Уже более четверти века нет в нашей стране такого молодежного движения, как комсомол. Но комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х годов все еще берегут в душе то теплое чувство единства и силы молодости, которое им дарило участие в этом большом деле всей страны. В Славянском районе каждый год ко дню рождения комсомола бывшие активисты собираются вместе, чтобы вспомнить молодость и передать подрастающему поколению тот заряд энергии, любви к родине, который зажег в них Ленинский союз коммунистической молодежи и который они несут сквозь года. Что такое комсомол? Это молодость, энергия, задор. Он объединяет, нацеливает и дает возможность дальше продолжать хорошие, добрые традиции. Комсомол – моя судьба. Она, именно участие в работе комсомола, перевернула мою жизнь и выстроила ее так, как она выстроилась. Это жизнь, это молодость, это счастье. Прекрасная юность, прекрасная молодость и хорошая школа. Очень хорошая. Более четверти века в нашей стране нет такой молодежной организации, как комсомол. Но, несмотря на это, каждый год, к 29 октября, дню рождения комсомола, славянцы, чья молодость прошла в рядах Союза коммунистической молодежи, собираются вместе, чтобы вновь окунуться в неповторимую атмосферу, которую дарила молодым людям эта организация. В 2018 году комсомол отмечает столетие. И этот большой юбилей бывшие комсомольцы встретили торжественным собранием, прошедшим в городском Доме культуры. Участники праздника стали собираться задолго до начала мероприятия. Их приветствовали сегодняшние волонтеры. В холле ДК разместилась экспозиция комсомольской истории Славянского района, которую с интересом рассматривали гости. Глядя на экспонаты, каждый вспоминал себя, своих комсомольских друзей, те дела, которыми они помогали стране, и то главное, что несла в себе эта молодежная организация. Дети были организованы. Я училась в первой школе, у нас была сильная комсомольская организация. В этой комсомольской организации мы принимали самое активное участие. Тогда был особенный сбор металлолома, который шел на металлургические заводы. Комсомол был мощнейшим инструментом в вопросе воспитания молодежи. Он воспитывал в людях не только умение работать, но и умение грамотно руководить. Самое главное, что я считаю, что было в те времена, комсомол был кадровый резерв для нашей Родины. И он ковал кадры. Кадры, которые потом работали на партийной, хозяйственной работе, комсомольская работа. Вот это было самое главное. Наверное, потому среди сегодняшних руководителей всех уровней так много бывших комсомольских активистов. Всю жизнь они идут вперед, руководствуясь заветами организации. И на деле подтверждают слова знаменитой комсомольской песни «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодой». «Мы остаемся молодыми. И очень жаль, что нет сегодня, ну не может быть комсомола, какой-то организации общественной, которая бы объединяла, направляла молодежь в правильном идеологическом русле. Россия одна, нам ее надо сохранить». С первых аккордов мероприятия все присутствующие погрузились в далекие времена комсомольской молодости. На сцене костюмированную музыкальную композицию зрителям подарили студенты Славянского филиала Кубанского государственного университета совместно со школьниками Первого лицея. «Скользься, добрынцы, мы сели наши верные души, сквозь одну грязь, если нужно, открывать молодые руки». Комсомол воспитал не одно поколение. Это было время, овеянное романтикой молодости, мечтами, надеждами, бескорыстной и светлой дружбы. Все эти слова актуальны и для сегодняшнего юношества. Потому очень важно не забывать то лучшее, что делало для подрастающего поколения 20 века эта организация, подчеркнул в своем выступлении бывший комсомолец, председатель районного совета Григорий Литовко. «Сегодня важно, чтобы те добрые традиции, те формы работы, которые были в комсомоле, и я уверяю вас, они сегодня передаются нашему поколению, нашим молодым ребятам. Но самое главное, сохранилась форма и содержание той плодотворной, той идеологической, той нужной, той доброй нашей комсомольской работы. И нам есть чем гордиться ветеранам прошлых лет, нам есть что передать молодежи». Зал встречал стоя самых старших представителей комсомольской организации. Комсомольцев – участников Великой Отечественной войны – Василия Васильевича Вертеля и Филиппа Ананевича Андреева. Их комсомольская молодость выпала на страшное время Великой Отечественной войны. Но, несмотря на юный возраст, они, как и каждый житель Славянского района, хотели внести свой вклад в борьбу с врагом. «Комсомольская организация у нас была очень сильная. Это начало Великой Отечественной войны. Все комсомольцы непосредственно находились при штабе Комсомола. Вот замход. Задача была огромная. Хранить беды, чтобы не было высадки шпионов, чтобы были закрыты все окна, чтобы не было светло, маскировка. Развод путевок призван в армию. По 6-7 километров ребята, девочки ходили пешком, разносили эти путевки. Короче говоря, мы дома не жили, а находились непосредственно при штабе Комсомола». Вслед за ветеранами на сцену были приглашены бывшие комсомольцы, которые и сегодня продолжают свою трудовую деятельность. Все они активно вносят свой вклад в развитие страны, в воспитание подрастающего поколения, являются примером живой связи между прошлым и будущим. За их активную жизненную позицию и в честь столетия Комсомола, комсомольцы прошлых лет были награждены благодарственными письмами главы района и Международного оргкомитета «Комсомол-100». Особо горячо зал приветствовал комсомольцев, которые в разные годы были молодежными лидерами Славянского района, возглавляли горком комсомольской организации. «И я уверен, что в наших сердцах, в наших душах всегда есть место комсомолу, и мы всегда будем те прекрасные времена, когда мы были молодые. Мне доверена почетная миссия передать знамя Славянской городской комсомольской организации в музей Славянского района». «Последу приглашается директор Славянского историко-краеведческого музея Вишнякова Юлия Анатольевна». Глядя на сегодняшних, нестареющих комсомольцев всех поколений, понимаешь, что их жизнь должна становиться примером для молодежи. Лучший опыт из практики работы самой массовой в истории России молодежной организации, соединившись с активной жизненной устремленностью современной молодежи, дают хорошие плоды. В этом можно убедиться, глядя на выступления школьных и студенческих агитбригад. «Плечом по плечу, рука за друга, мы скажем, нет болезня, мука! Мы молодое поколение, которое выбирает жизнь! Мы против ягодинных явлений, а значит выбираем успех!» К сожалению, современная молодежь все меньше знает о том, что такое комсомол. Им неизвестны устав организации и правила приема в нее. Но дух молодости и единения, которые дарил комсомол, остается понятен и сегодня. «Я знаю то, что при комсомоле очень много было добровольцев, то, что все люди друг другу помогали, и было гораздо все дружнее, чем сейчас». Студенты Славянского сельхозтехникума подготовили к празднованию столетия комсомола хореографическую композицию. «Ваня и Паша, всем закинуть в обещание!» Каждому человеку во все времена, помимо учебы и работы, необходимо в чем-то реализовывать себя. И пусть сегодня нет комсомольской организации, но те лучшие формы работы, которые были в ней, живы и по сей день. Юные натуралисты, добровольные народные дружины, кружки художественной самодеятельности, спортивные соревнования ГТО. И наше школьное и студенческое самоуправление – это все оттуда, из времен, когда комсомол был организацией, формирующей человека, его личностные качества, где утверждались жизненные взгляды молодежи, приобретался первый опыт общественной работы. Как бы ни называлось сегодня объединение молодежи, оно преследует те же цели, которые ставил и сто лет назад комсомол. Развить в молодых людях внутренний стержень любви к государству, способность активно участвовать в жизни страны, чувствовать свою ответственность за ее будущее, вырастить достойное поколение молодежи. Невозможно вернуть комсомол, но он навсегда останется в душах тех, кто провел в его рядах свою молодость. Финальным аккордом праздника стало исполнение гимна комсомола, который зал вместе с артистами исполнял стоя. Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова